Приветствую вас. И на мой взгляд, причин, по которым вы не можете отпустить своего бывшего, это по сути несколько. Первое, это то, что когда он вас бросил, он нанес некий урон, ущерб вашей самооценке, вашей горлости. Ваша уверенность в себе. И теперь, чувствуя вот это, сейчас сущимся, вы хотите восстановить эти отношения, чтобы убедить себя в том, что вы должны вернуть себе самооценку, которая была долго расставать. По аналогии с примером, когда человек видит апельсин, который он не может достать, и вот представьте себе, что этот человек, не имея возможности достать апельсин, постоянно о нем думает. И если бы он его достал, он бы еще забыл про него. А вот, он его не может достать. То есть, вот этот момент, этот процесс, он не закончен. И именно незаконченность, незавершенность действия, рождает у вас такое вот ощущение. Ощущение, что постоянно крутится в голове образ вашего любимого, вашего бывшего любимого человека. Значит, что нужно сделать? Ситуацию нужно завершить. И завершить, в первую очередь, каким образом? Для себя, само. Почему? То есть, в первую очередь, нужно проанализировать, заново, как бы, пережить обстоятельства, которые привели к разрыву. Вот вы написали, что мужчина сделал это по своей инициативе, то есть, это была его идея, это была его, значит, затея. И вам нужно знать, почему он это сделал. Возможно, будет лучше, если вы спросите его об этом. То есть, скажите, вот почему ты меня бросил. Но, скорее всего, правду он вам не скажет. Тем более, что и он испытывает на какой-то определенный счет у вас, и вы, и скорее всего, такой вопрос, он родит неправду, которая поможет вам разобраться лучше, а скорее те слова, которые будут ему удобнее. То есть, обменить, например, вас, в чем-то и так далее. Вам необходимо самостоятельно для себя сделать какие-то вымыты из этих отношений. Для этого необходимо, наверное, все-таки их проработать. То есть, померьте, вот почему так в случае случилось. Из-за чего люди обычно ставят ссоры, там, неподходящие характеры, да, разногласия, различных темпераментов и так далее. Это такие вот, скажем так, не конфликтные, то есть, не откровенно конфликтные причины. Есть другие причины, такие как обиды, там, измены и прочее. Вот, исходя из причин вашего расставания, поскольку вы не писали здесь про какие-то, вот, ну, про откровенную обиду бы не писали, я имею в виду, связанные с каким-то конкретным событием, а и про измены тоже, то можно говорить о первом варианте. И если у вас действительно имеет место несовпадение характера, различных темпераментов, проблемах, то вы были вместе до тех пор, пока вас связывали чувства, пока вас связывали влюблённых, может быть, страсть. Потом это прошло, страсть ушла, и осталось, что обычно после того, как страсть уходит, люди поддерживают отношения на взаимном уважении, понимании друг друга, каких-то дружеских отношений. Но у вас этого не случилось. Почему? Именно потому, что на какой-то момент страсть чувства вас объединили, а после, после вам просто не начали. Иначе стало базировать свои отношения. И вы расстались. И мужчина сделает самостоятельно, как человек, который более острее чувствовал вот это вот различие в вас, как в людях, как в личности. И, соответственно, именно этот момент нужно, в первую очередь, вам как следует продумать. Продумать его и понять, что то, что произошло, это естественно и нормально. И хорошо, что мужчина с вами расстался, а не, например, молчал, а, скажем, лихоря будет меняла, допустим. И вот это первое, о чём я хотел бы вам сказать. Надеюсь, это понятно. Дальше. Дальше вы пишите, что вините себя. Вот, собственно, о вине можно говорить в двух направлениях. Первое, это заблуждение человека, касающееся того, что личность думает, будто она способна принимать. В той или иной ситуации верное решение. То есть, вот, у нас есть какой-то конфликт, да, какая-то противоречивая ситуация, и нам нужно принять это решение. И мы это решение стараемся принять. Мы его принимаем, а по истечении какого-то времени нам кажется, что оно неверное. А мы-то мы видим и его последствия. Мы сами меняемся, да, вот, когда смотрим в прошлое, там всё прошлое, а мы-то уже, мы-то в настоящем живём. Мы, обращая свой взгляд в прошлое, понимаем, что вот, ну, могли бы поступить иначе, но не поступили, да. Вот это вот заблуждение. Человек винить себя по этой причине, ему кажется, что он мог поступить по-другому. Давайте подумаем здесь вот о чём. Ведь, находясь в ситуации какой-то, мы находимся внутри неё. Мы не смотрим на неё извне, как в ситуации с прошлой. А мы как бы её переживаем. И в силу нашей эмоциональной зависимости от неё, в силу того, что мы находимся в ней, у нас, по сути, есть только одно решение, только один вывод, которое мы и принимаем, исходя из своих настоящих, на тот момент, на тот момент, желаний, целей и видений. И мы принимаем единственное верное решение, на тот момент. Когда же проходит время, мы уже смотрим на эту ситуацию по-другому. Отчасти по тому, что я уже сказал, мы изменились сами. У нас произошло некое развитие, да, новое время, которое прошло от ситуации до момента, когда мы начали обращаться внимание на неё. И мы теперь уже эмоционально в неё не вовлечены. И самое главное, мы видим последствия этого решения. И если последствия нам не нравятся, то нам кажется, что мы могли принять другое решение. Но ведь на тот момент, на момент принятия этого решения, мы не могли знать последствий. Потому что мы не можем привидеть в будущее. И из-за этого можно сказать, что человек не мог поступить иначе, кроме того, как он поступил. И вина, в сожалению, о том, что когда-то мы не сделали того-то, 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 что привело к определенным последствиям. Это нечто иное, как иллюзия. Самая настоящая иллюзия, которая просто-напросто мешает нам жить. Вот этот момент нужно осознать и стараться из своих ошибочных решений, которые пришли к негативным последствиям, делать выводы, извлекать опыт и больше их всё-таки не повторять. Конечно, по формальности, конечно, когда мы замечаем, что вот такая же ситуация, сразу не возникла. Потому что, ну, вся человеческая вина, есть ошибка. И никто от них не застрахован. Дальше, о чём нужно сказать, это то, что вина, так же, вина есть как бы неудовлетворённость своих собственных желаний. То есть, вы не можете отпустить молодого человека. Почему? Ведь если вы его любите и любите его искренне, то желаете ему счастья. Если вы желаете ему счастья, то понимаете, что он сейчас более счастлив, чем был с вами. По идее, если вы его любите, то и вы должны быть счастливы, но вы не счастливы. Это означает, что эти чувства, по-моему, были подкреплены какими-то потребностями. То есть, вам что-то было нужно от него. И из-за этого вы тоже не можете отпустить его. Потому что вы переживаете прострацию из-за неудовлетворения своих потребностей. Понимание того, что вам нужно рядом с ним. Понимание того, какие потребности с ним вы хотели бы удовлетворить. Даст вам возможность их удовлетворять другим путем, не связанным с молодым человеком. Но они быть зависимы в отношениях. Дабы в них заниматься роль независимого, равнопланового партнера. Естественно, ваши потребности напрямую связаны с взаимоценкой, напрямую связаны с какими-то личностными желаниями. Но классическое, на что вы можете вызвать и сказать, что с ним я хочу быть женщиной. И он давал мне возможность почувствовать себя любимой. Так вот, женщиной вы являетесь вне зависимости от того, с мужчиной вы или нет. А если мужчина решил с вами расстаться, то это означает, что чувств у него к вам не было как таковых. Что он просто-напросто понял, что либо не дотягивает до вашего уровня, либо вы не та, кто может сделать его счастливым. То есть, как видите, мужчина в любом случае не мог дать вам ощущение, что вы женщина в большей степени, чем вы сами можете себе это обеспечить. А все остальные потребности можно реализовать в обход этого, в обход любимого человека. И вот реализация этих потребностей, осознание их, поможет вам тоже стать независимым от молодого человека и, наконец-то, жить дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будьте благодарны. Спасибо. Спасибо.